Поехал работать в Яндекс.Доставку на пешем аккаунте, выключил электровелосипед, но двигаюсь на электровелосипеде. По моим предположениям, по моим подсчетам, выгоднее всего в таком режиме работать. Почему-то на пешем аккаунте коэффициенты чаще приходят повыше. Вот такой вот домик у нас доставка. Сколько по этой улице не ездил, никогда не замечал, что здесь такой дом. Всегда быстро тут промчался. Ладно, отдавать будем заказ. Маленький пакет. Цена по заказу 210 рублей. Пробег 3 километра тут у меня по району, где я живу. Возле дома, можно сказать. Здравствуйте, доставку вам привез, заберите, пожалуйста. Вот такой спрос у нас горит. 40-620 рублей. Да, конечно, у пешего заказы приходят не так быстро. Когда вело-статус включен, способ передвижения выбран, заказы сразу приходят. Даже вот в моем районе. В тенечке можно посидеть, подождать заказ. Пока сижу, обратил внимание, что есть такая функция. в другой город. Новочеркасск, Шахты, Новошахтинск, Азов. Интересно, как это работает? Типа я должен поехать в шахты? В другой город. Рекомендуем подождать 30 минут на месте. Но можете сразу начать поездку. Поищем удобный заказ по пути. Город Шахты. Комиссия не повышается. Включите тариф Межгород. Открыт до точка Б. Заказы между городами. В общем режим Межгород. Можно по Межгороду доставлять заказы. Интересно, интересно. Надо как-нибудь его будет включить. Кто-нибудь пробовал этот режим по Межгороду ездить? Как вам, понравилось, не понравилось? Туда-то уеду, а назад? Назад-то заказа, наверное, не будет. То есть, получается, если мне нужно в город Шахты по делам, по своим, то я включаю этот режим, жду заказ, который, возможно, упадет в этот город. Еду, доставляю его и там свои дела решаю. Наверное, вот в этом смысле его нужно применять. Он полезен. Режим в другой город. Забирать и пользоваться. Тут тротуар тоже весь в абрикосах. Прям весь-весь. Надо не подорваться. Тут с этого дерева, вон еще висят на дереве. Прям можно кушать на халяву. Так, вручаем очередной заказ. Это второй заказ из Яндекс.Лавки. Тоже по району. Примерно до трех километров на доставку было. Ждем следующий. Тебе надоело начальство на том месте, где ты работаешь? Или тебе уже достал график, где ты постоянно должен просыпаться рано и не опаздывать на работу? Тогда тебе к нам в компанию курьеров. Ты можешь устроиться пешим, вело, мото, автокурьером в компанию Яндекс. Там у тебя будет свободный график работы и никакого начальства. Контакты ты видишь перед глазами. Также эти контакты закреплены в описании под видео. У меня такая мысль посетила, было бы здорово, если бы в Яндекс.Доставке были слоты не по районам, а конкретно по Яндекс.Лавке. Допустим, вот слот Яндекс.Лавка Шибалдаева 2, берешь этот слот и с этой Яндекс.Лавки возишь заказы, именно только с нее. Радиус 3 километра до 3 километров. Заказ сразу пришел. Там вроде автоприем включен. Все, тогда было бы очень удобно работать с одной Яндекс.Лавки. Сделали бы, допустим, лимитированное количество смен на данной точке. Допустим, два курьера на данную точку, два слота и длительность слота там. Да, вообще можно без длительности слота. Просто начал работать, закончил работу. Допустим, один курьер поработал 4 часа, ушел с линии. Другой курьер может эту точку тоже взять еще там, допустим, поработать там 3 часа. Тоже уйдет с линии. Было бы вообще супер. Как вам такое предложение? Ставьте в комментариях плюс, если вы хотели бы, чтобы так было в Яндекс.Доставке. А сегодня у нас температура воздуха плюс 37 градусов. Но не жарко почему-то. Комфортно себя чувствую вообще. Ветер, ветерок есть небольшой. Либо я уже привык к этой жаре. Нормально себя чувствую. Ну, то есть вообще не напрягает. Ощущается как будто там плюс 28. Вообще комфортная эта квадратура. Почему вот этот режим привязки к одному адресу считаю очень хорошим. Потому что когда ты работаешь по всему городу, тебя заказами выкидывают далеко от дома. И потом, чтобы вернуться домой, тебе нужно значительную часть электроэнергии на велосипеде потратить. На возвращение домой, допустим, 10 километров. А если бы я работал рядом с домом, возле одной точки, эти 10 километров пробега я бы мог потратить на то, чтобы доставить несколько заказов. Три-четыре заказов. А так получается, я экономлю заряд, меня выкидывают далеко от дома. Мне приходится оставлять запас заряда на аккумуляторе там, чтобы вернуться домой на электровелосипеде. В этом был бы плюс, если бы с одного адреса работать. Два легких пакетика. Прям совсем легкие-легкие. Руль очень сильно трясется, видите. Из-за того, что вилка разбитая, там люфт, она люфтит. Когда газ добавляешь и отпускаешь, вот такая вот вибрация серьезная идет. Очень эта вибрация напрягает. Давно хочу заварить вилку, чтобы она жестко держалась. Но у меня нет сварочного аппарата. Надо сварщика искать, либо сварочный аппарат покупать. Куда-то здесь отдавать заказ. Надо читать номер квартиры, номер подъезда. Дом пятиэтажный и, естественно, без лифта. Пешочком на пятый этаж. Одно радует, что здесь два килограмма вес доставки. Чем дальше ехать, тем меньше заказ стоит. 187 рублей третий заказ. Хорошо, когда есть лавочка. Ждем четвертый заказ. Получается за час три заказа по деньгам это у нас. Пятьсот девяносто четыре рубля. Что-то мне сильно очень сегодня везет уже пятый заказ. Или четвертый. Четвертый заказ. И все из одной Яндекс.Лавки на Шибалдаево. Вон, где-то там, рядышком, 200 метров. И вот этот заказ доставлял вон в тот дом. Шибалдаево на 103, дробь 1, дробь 4. Вообще, рядышком. И заплатили 200 рублей за заказ. Четыре заказа 800 рублей. Ну, единственный минус то, что между заказами нужно сидеть ждать. Не всегда заказ приходит мгновенно и сразу. Ждем еще заказ. Пятый, на сегодня уже пятый заказ будет. Велопарковка вся занята. Поэтому паркуемся, где придется. Пятый заказ упал, к сожалению, не с Яндекс.Лавки и другой адрес. Но тут недалеко. Проспект Ленина, 97. 1,1 километр. За суши поехали. Тихо. 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 Как вам такой результат? Добавил субтитры DimaTorzok 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 час такой результат тяжелого ничего не было по моему супер а ты как считаешь пиши в комментариях я поехал домой что-то настроение сегодня не рабочие спасибо за просмотр!